Здравствуйте! Баранину я готовлю часто, так как люблю это мясо. Это лопатка. Сегодня будет немножко необычное блюдо. Я его буду делать впервые, но сам решил так приготовить и был уверен, что получится вкусно. Срезаю пленки все. Это баранья лопатка, достаточно большая. Мясо тут где-то 1,3 кг. Пленки, кусочки жира. А Костя вырезал мясник, когда я покупал эту лопатку. Ну все, что не нравится, вот все надо вырезать и выкинуть соответственно. Сегодня будет баранина в йогуртном соусе. Это блюдо достаточно сложно классифицировать, то ли это рагу, то ли это соус, то ли это жаркое. Это что-то типа гуляша. Вот видите, режу такими кусочками, не крупными, ну почти как на шашлык. Насколько густым будет это блюдо, это тоже решать тому, кто готовит. В общем, двигаемся потихоньку. 100 миллилитров подсолнечного масла, хорошо разогретое, когда нет. Но если очень хотите, можно использовать, конечно, и оливковое, или смесь. Отправляю туда мясо и на интенсивном огне буду обжаривать, периодически помешивая, ну скажем, ну две-три минуты каждые две-три минуты. Это на протяжении где-то примерно 15-17 минут я обжариваю это мясо. А пока оно обжаривалось, я готовил овощи. Нарезал полукольцами две луковицы, потом перчик чили, морковку крупную, чистил картофель. Картофель я взял где-то тут около килограмма. Можно взять и больше, конечно, от нашего осмотрения. Перчик чили я использовал пол стручка. Я всегда пробую степень его остроты, чтобы понять сколько его нужно. Ну где-то пол стручка сюда было нормально, потому что дома не все любят острое. Ну они умеренные потребители, а я могу побольше острого положить. Так, кориандр. Ну чайная ложка, а то и полторы. Зира, она же кумин. Тоже столько же. Чайная ложка, а то и полторы. Растираю. Ну а баранину, естественно, помешиваю. Ну вот она уже начала обжариваться. Появляется такая зажаристая корочка симпатичная. Но это происходит уже где-то вот как раз на 15-17 минуте. Отправляю перчик чили. Отправляю кориандр и зиру. Ну и лук. Две луковицы полукольцами. Закрою крышкой и буду тушить. Тушить буду минут 20 на малом огне. Ну слышно, как идет процесс. Кстати, у меня вытяжка работает сейчас, поэтому шума много. Слышно, как идет процесс, да еще и видно, сколько пару из под крышки. Поэтому делаю поменьше, чтобы парня особо хлестал оттуда. Морковку решил нарезать полукружьями. Чеснока беру достаточно много. Два гигантских зубчика и два зубчика поменьше. Ну, практически среднюю головку я беру. Ну и режу не крупно, так как я обычно режу. Я люблю так резать. Мясо тушится. Проверяем через 20 минут. Ну, тут все хорошо. Пошла морковь. Чайники у меня кипяток. Кипяток всегда должен быть на кухне во время готовки. Через пару минут после моркови отправляю чеснок. Немножко чеснока оставляю. Ставлю мощный интенсивный огонь. И чеснок нельзя жарить вот так больше полутора-двух минут. Картофель режу пополам. Пусть кусочки будут достаточно крупные. Но как резать, вы можете, конечно, по-другому нарезать. И наливаю кипяток миллилитров, ну так 200-300, не очень много. Накрываю крышкой. И опять ставлю минимальный огонь, обеспечивающий минимальное кипение. И минут через 20 смотрю, что тут происходит. Ну, тут все происходит нормально. Оценю мягкость мяса, но оно почти мягкое. Очень сильно голодный человек с удовольствием съест все это дело. А не очень голодный, надо еще минут 20. Наливаю йогурт. У меня домашний йогурт. Можно использовать и магазинный, а можно использовать, ну, например, сметану. Не особо жирную лучше. Пошли консервированные помидоры. Ну, было бы лето, я бы добавил свежих помидоров, конечно. И кинза. Ну, вот это вот я решил вот такой соус сделать. Тут и йогурт, и помидоры. На самом деле, получается интересное сочетание. Размешав, я увидел, что можно еще добавить йогурт. И всего добавил примерно 500 миллилитров. А помидоры баночка где-то 380-400 миллилитров или граммов баночка. Пора посолить. Ну, вот еще 20 минут, и блюдо будет готово. Что там с картошкой, кстати? Да с ней все нормально. Сейчас, наверное, ей 20 минут будет самый раз. Пробуем. Достаю тайное оружие. Это болгарский перчик, замороженный осенью. Как бы не обязателен он тут, но с ним все-таки будет вкуснее. Ну, не очень много я его кладу. Но у вас, если нет в морозильнике, можете купить свежий. Например, красный перчик болгарский 1. Закрыл, подержал под крышкой на небольшом огне. И через 15 минут проверяю еще раз ситуацию. Досаливаю. Ну, перчик почти готов. Ему еще минут 5 надо. Ну, всему надо еще минут 5. То есть через 5 минут все будет готово окончательно. Пошел оставшийся чеснок. Соус будет более пикантным. И так как все-таки кислотность высоковато. И кислотность помидоров, и кислотность йогурта практически суммировались. Я добавляю немного сахара. Ну, примерно полторы чайных ложки. Ну, думаю, что больше ничего добавлять не буду. Что касается густоты, то она вот, ну, средняя между супом и густым жарким. Так же как гуляш. Гуляш можно готовить от второго блюда до первого. Или наоборот, от первого до второго. В зависимости от того, насколько жидким. И будет правильно и так, и эдак. Так же и здесь. Вам решать, сделать ли это в виде супа или в виде густого второго. Ну, у меня получился вот промежуточный вариант. Ну, вот это я и хотел. Присыпаю кинзой. Можно и петрушку, конечно, на ваше усмотрение. Подпишитесь на канал. Ну, а блюдо получилось очень интересно и вкусно. Даже очень вкусно. Всем приятного аппетита. Удачи. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok